Бета колды продолжается, все наслаждаются охренительным шутером И я вот тоже немножко им насладился Вы немного видели моментов на моем стриме На котором вышла неожиданность Такая, скажем, то что мне почему-то игра очень быстро наскучила Но я понял скорее, почему это произошло Потому что изначально вообще нельзя было менять фильтр в игре Нельзя было поменять никакие режимы Тебе рандомно давало какие-то режимы И большинство из них вот лично превосходство Вот это штабы, штабы на 20 игроков и превосходство на 20 игроков Мне совершенно не понравились Особенно штаб на 20 игроков и превосходство на 20 игроков Это просто, я не знаю, какое-то месиво Типа на картах происходит какая-то дичь Постоянно сидят снайпера, кемперят И в общем-то, как-то не знаю, для таких карт, которые сделали разработчики Не особо, мне кажется, это подходит Мне кажется, для 20 игроков на карте надо еще, наверное, побольше карты Как ни странно Вот лично мне так показалось И, кстати, не мне одному, я смотрел ролики на ютубе Не один человек об этом говорил Как бы поэтому Мне кажется, я сейчас не несу чушь Раз не только я об этом подумал Вот, так же что По поводу FPS в игре В принципе, все в порядке Как бы по производительности Не знаю, особо такого ничего не замечал Конечно же, FPS не идеальный Бывают, чувствуются просадки Но они просто вообще не критичные, минимальные И как бы ты все равно играешь с комфортом в игру И это очень круто В принципе, вообще бодро играется Все классно В этом плане это хорошо Но, опять же, надеемся, что это не будет Как случилось с Black Ops 4 Когда бетка игралась просто замечательно А когда сама игра вышла FPS стал жутко приседать И вообще игра стала неиграбельной абсолютно По поводу кросс-платформ Хотел еще сказать То, что, блин, разработчики как заверяли То, что, типа, ты отключаешь, допустим, кросс-платформу И с тобой играют только геймпады Геймпады против геймпадов Ну, по крайней мере, все так мы это поняли Но в бете пока что, когда ты отключаешь кросс-платформу К тебе подключаются, допустим, люди только с PlayStation Да, вот я играю на PlayStation Ко мне люди только с PlayStation подключаются И как бы окей Типа геймпады там отображаются, все дела Но при этом, бывает, отображаются мышки Но, опять же, с PS4 И как бы, возможно, разработчики вообще задумали так То, что, может, мы не так поняли Или вообще, типа, может, я не так понял Один такой дурачок То, что, типа, кросс-платформа Имеется в виду то, что, типа, просто с одной платформы люди будут играть И неважно, с клавомышей или с геймпада Возможно, и так Но вот это немножко неприятный такой, скажем, момент Но и, опять же, он не критичный Потому что, как бы, я лично не замечал Что против меня играли какие-то супер-тащеры Которые меня бесили Обычные люди, не знаю, играли спокойно Как бы, все вроде норм Так что, может, зря мы на мышку с клавиатурой на консолях агримся Возможно, и так Вот, по поводу карт Мне понравились все карты По крайней мере, вот последнее обновление было Там сказали, что новые карты добавили И я их еще, честно, не заметил Пока катаю эту бетку Но карты, которые были изначально, в принципе Мне понравились все Кроме карты, где нужно захватывать штабы и превосходство Там такая песочная карта какая-то Вот, открытая Мне она не очень понравилась Где пещеры вот эти вот есть Что-то как-то совсем не очень Но, наверное, это все из-за того То, что она особо не отдавала атмосферой Скажем так, российской Может, из-за этого Также, что заметил в бете Что странно стало ощущаться сенса Не знаю Они тут настроек кучу просто Наворотили по сравнению с альфой И из-за этого я сидел Я просто реально дня два просто настраивал себе Как сделать вообще нормальное прицеливание Чтоб АИМ Ассист более-менее нормально работал И тебе действительно помогало Не просто так, скажем так, в настройках находился Да? Вот И, в принципе, получилось вроде как сделать Вот И, возможно, вы даже это видите на экране По поводу прокачки Очень интересная прокачка Но, опять же, в бете И это, скорее всего, в бете Именно она очень быстрая Как бы, да? Когда выйдет сама уже игра Наверное, прокачка будет Гораздо-гораздо-гораздо дольше Вот Опять же, это будет круто Но вот сам вообще подход к прокачке Конечно, он крутой Но немножко мне непонятный То, что, смотрите Допустим, ты выбираешь какое-то оружие Нет, чтобы сделать так Чтобы у тебя все весы Все уже отображалось Сразу на оружие, да? За которое ты играешь Но И, допустим У него будут какие-то уровни, да? Что их нужно открыть Получается, эти весы И потом можно использовать Но почему-то здесь, в бете Происходит так То, что ты, получается, заходишь Кастомазить оружие И у тебя открыты только некоторые Вообще весы А другие постепенно открываются И вообще появляются То, что они вообще существуют Для этого оружия И вот это немножко странно Ты, как бы, даже не знаешь Вообще, какие в дальнейшем Откроются весы на это оружие И, блин Вот это очень странно Это немножко мне тоже не понравилось Но, в целом Прокачка огонь А кто-нибудь вообще заметил Проблемы со звуком? Шаги вообще Как слышно в этой игре? Лично я, как бы, заметил И даже не я один Получается, мне в чате Люди некоторые писали То, что реально Со звуками Есть какая-то беда То, что тебе кажется Допустим, что Кто-то слева бегает А человек вообще Оказывается где-то справа Либо, наоборот Он где-то перед тобой бегает Оказывается Он вообще сверху тебя Где-то пробежал Там, не знаю По крыше И это немножко Мне напоминает Ситуацию с Fortnite Как неожиданно Потому что у Fortnite А сейчас Сломаны просто звуки После его там Очередного обновления Разработчики Сломали совершенно звуки Вообще бывает Непонятно С какой стороны враг Как бы И, опять же На Fortnite Тоже наезжал в этом плане Не только я Многие наезжают На Fortnite Насчет звука Да и вот здесь Такая же, к сожалению Фигня Но надеемся Что это Только в бете Так По поводу ночного режима В принципе Игрался он Очень бодро Но Я практически Не замечал врагов У меня и так Внимательность Не самая лучшая Даже при нормальном Освещении И все Но при этом Как бы Когда я в этот режим Играл Вообще Практически Никого не замечал Мне помогали только Маркеры над врагами Да Вот эти красные Типа их ники Или что там написано И бывает Засветы какие-то Еще бывало То что Враг бежит Допустим Он засвечивается Специально Как снайпер Допустим Тот же условный Вроде такое Я замечал Что там точно Были такие засветы У врагов И как бы Вот это помогало Но в целом Блин Играется конечно Непривычно Скажем так И Блин Но все равно круто По поводу Ощущения Оружия Все вроде Так же было Как и у Альф И ничего Вроде Не ухудшили И это хорошо Графика Класс Графика Сейчас даже В самом меню Вообще Просто замечательная Просто опять же Я вспоминаю Свою реакцию От которых Многие кстати Бомбанули Скажем так Ветераны Или какие-то Задроты Игр Шутеров То что Я на графику Прям сходу Стал вообще Возмущаться Но при этом Сейчас я смотрю Она очень Очень приятная Конечно Это не уровень Какой нибудь Батлы Да Но при этом Очень красиво Все смотрится Правда Я отключил Один из эффектов Который называется Эффект глобальной скорости Чтоб не было Размазывания Картинки Мне кажется Ну блин Нормальные как бы Игроки Они всю такую Шнягу Всякую Отключают Типа Вот И я лично Тоже сразу Выключил И возможно Это даже На фпс В лучшем Будет влиять Как бы Будет нормальный И более стабильный Фпс Эффект скорости Оружия В принципе Я оставил Также еще Замечу Что жалко Что разработчики Убрали Функцию Перезарядки Во время бега То что Если ты начинаешь Перезаряжаться У тебя Персонаж Автоматически Переходит На ходьбу И блин Это Просто Капец Точнее Даже он не Переходит На ходьбу А когда ты Начинаешь Перезаряжаться И Нажимаешь Кнопку бега Он перестает Перезаряжаться И вот это Очень Очень плохо Не знаю Почему-то в Альфе Была функция Что это можно Выключить И нормально Все игралось Как в других Шутерах Но сейчас К сожалению Блин Они убрали Такую функцию Не знаю Зачем Вот Но Немножко Тоже Такой Неприятный Момент И даже Все что я Друзья Сказал По поводу Этих неприятных Моментов Все равно Игра Играется Просто Фантастически Режим Реализма Когда появился Блин Я честно Думал То что Ох Вот там Мне вообще Хана Придет Но при этом Поиграл Я даже Лучше Стал Играть Чем обычно Вот Просто задал там Жару Как бы Не знаю Побегал И Мне даже Слушайте Так удобнее Как-то Стало играть То что У противников Нет карты Никаких обозначений Они этим не пользуются И Поэтому У меня лично Преимущество Из-за этого Вот как бы Мне показалось Что у меня Есть какое-то Преимущество Потому что Я такой Вот Не какой-то Проигрок И вот Блин У меня такая Фигня Что я забываю Вообще Смотреть на То что ее нету Это классно Ну и Конечно же Да По поводу Самой карты Опять же Даже в быстрой игре В обычной Да У тебя Карта Вроде как Она не всегда работает Ее практически Всегда нету И Она включается У тебя только Когда ты Вызываешь Какой-нибудь БПЛА Там Вот эту вот Всю тему Да Чтобы увидеть Допустим Метки врагов И прочее Своих союзников Но Кому-то От этого плохо То что Вот Карты практически Всегда нету И прочее Но при этом Мне кажется Это круто Опять же То что Карта Блин Она по сути Вообще Дает Очень сильное Преимущество В играх И в реальной жизни Ни у кого Никакой карты Нету Я думаю На войне Как бы И все Как-то Ориентируются Я не знаю Блин Глядя просто Глазами И все Вот Поэтому Вот эти карты Это даже хорошо Если ее отключить Я думаю Надо Попробовать Приспособиться К такому геймплею Так что Лично я Нормально к этому Отнесся То что Карты Особо Всегда нету Также В последнее обновление Вернули Огневой контакт В который я Пару раз сыграл И что-то вот Неожиданно После того Как добавили Всякие новые режимы То что Стал фильтр работать Наконец-то Можно И уже было Выбирать Какой режим Ты действительно Хочешь Чтоб тебе Искала игра Я Я в огневой контакт Уже особо Играть не стал А Вспомните Что я говорил На первом стриме То что Блин Я бы лучше В огневой контакт Этот снова 2 на 2 Бы поиграл Потому что Он мне очень сильно Почему-то зашел Но Вот видите Как все неожиданно Меняется Все стало Круто работать Открыли Кстати Опять же Прокачку Новую Уровни Теперь прокачиваются Еще больше И вот Блин У меня Мнение поменялось Опять же Я немножко Разыгрался Привык Сенсе Не стал так сильно Бомбить И все В принципе Теперь У меня мнение Очень даже хорошее Как бы И Мне не так Она быстро Сейчас надоедает Поэтому Блин Ждем Ждем релиза Вот Надеюсь Вам понравилось Ребят Бетка Ставьте лайки Если вам понравилось Мое мнение Это просто впечатление Скажем так Даже в режиме В режиме Такого просто Подкаста Вот Если вам понравилось Это мнение В общем Ставьте лайки Поддержите как-то Комментом Я не знаю Пишите свои впечатления Если вы катали в эту игру Ну а тем Кто не катал Эту игру И не собирается Ох друзья Вы Такое пропускаете Вы серьезно Такое просто Пропускаете Ой Короче Понятно Все